МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Каждый, кто хотя бы раз столкнулся с зубной болью, может ответственно заявить, что это, конечно, неприятно, но не так уж страшно, как еще несколько десятилетий назад. А если правильно ухаживать за зубами, то обращение к стоматологу визит может быть даже приятный, особенно если повезет с врачом. Нам сегодня повезло. Я хочу представить вам нашу сегодняшнюю гостью врач-стоматолог Гомельской центральной стоматологической поликлиники Ирина Алексеевна Лалаева. Здравствуйте! Традиционно в нашей студии сегодня двое студентов Гомельского медицинского университета, которые будут помогать в нашем разговоре. Это Анастасия Лешкевич и Сергей Мирошников. Здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем начать разговор, предлагаю посмотреть небольшую историческую справку. Будьте внимательны, потому что именно в ней и будет содержаться первый вопрос для вас. Внимание на экран! Стоматология сегодня – это действительно не страшно. Изменились технологии и подходы к лечению, а главное – отошли в прошлое громоздкие бормашины, один вид из звук которых заставлял нервничать даже самых выдержанных и мужественных. Впрочем, зубы от этого болеть не перестали, просто их стало не больно лечить. У нас сейчас так. А как же эту проблему решали наши предки? Оказывается, лечить зубы начали более 9 тысяч лет назад. В Древнем Египте делали протезы из кости животных для тех, кто побогаче и слоновей, для остальных – из чего придется. Чуть позже протезы стали делать ювелиры, а лечить зубы – парикмахеры. Впрочем, лечением это было назвать достаточно сложно. Больной зуб просто безжалостно вырывали, благо их не два, как глаза. А вот кто и когда придумал золотые коронки и кому принадлежит рекорд Гиннеса по количеству вырванных зубов – это вопросы для вас. Ребята, готовьте ваши ответы, а мы начнем наш разговор. Ирина Алексеевна, мы уже услышали о том, что многое изменилось в стоматологии за последние годы. А по вашему опыту, изменилось ли отношение людей к здоровью своих зубов? Изменилось, потому что увеличивается количество людей, которые приходят не только когда уже заболела, а приходят для профилактических осмотров, для плановых санаций. Молодые женщины проходят санацию перед беременностью, перед зачатием ребенка. Это очень радует. Скажите, пожалуйста, известно, что генетика – важная такая часть наследственности для всех заболеваний. А для здоровья зубов имеет ли значение какая-то наследственная предрасположенность? И можно ли сохранить до глубокой старости полный набор своих зубов? Еще в конце 18-го, в начале 19-х веков основоположник в Америке изучения стоматологии как науки, Грин Блэк, занимался такими исследованиями. Наранчо в определенной местности исследовал питание и заболевания зубов. И он действительно заметил, что наследственность имеет место при заболеваниях зубов и периодонта. Сейчас это видно на приемах, когда приходят родители, когда приходят детки, когда ты видишь заболевания в одной семье. И хочется сказать сразу из практики о том, что действительно нужно спросить, чем болели родители, чем болели бабушки и дедушки. Обратить внимание, если идет стираемость зубов, если дедушка рассказывает о том, что у меня были крепкие зубы, и я их просто сам удалил, то стоит обратить внимание на заболевания периодонта. Если у родителей выпадали сначала и были проблемы с верхней челюстью, то тоже обратите внимание, что у деток там же, в тех же местах, будут возможные проблемы с зубами. Но кариес не является генетическим заболеванием. Скорее предрасположенность к развитию. Возможно, в будущем, когда у нас у всех будут генетические карты, там это будет лучше видно. Ну, пока. Спасибо. Мы разобрались с генетикой, но сейчас хотелось бы о всех остальных составляющих здоровья зубов поговорить. А прежде я хотела бы услышать ответ наших ребят. Я думаю, что у них было достаточно времени, чтобы подготовить свои ответы. Ребята, расскажите нам о событиях 200-летней давности. Ну, в середине 18 века Пьером Фошаром, французским зубным врачом, были придуманы золотые коронки, после чего протезирование стало более доступным. На больной зуб надевали металлические протезы, которые фиксировали фарфором. Также им была придумана металлическая пластинка для выравнивания прикуса, которая крепилась снаружи зубов. Также Фошар придумал и зубной штифт, позволяющий соединять коронки в мост. Рекорд Гиннеса по количеству удаленных зубов принадлежит итальянскому врачу из монастыря Аспидолли, который хранил все удаленные им за 36 лет работы зубы в трех огромных ящиках. Когда их посчитали, оказалось, что в коллекции врача находится более 20 миллионов зубов. В среднем за один день работы он удалял 185 зубов или 6 полных челюстей. Очень интересные факты такие. Ребята, вы молодцы, спасибо большое. Ну и сразу тогда мы зададим вам второй наш вопрос. Пожалуйста, внимание на экран. Ой-ой-ой, бедные мои зубки! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, бедные мои зубки. Подумаешь, плачет. Сам виноват. Никогда не чистит зубы. Брал бы с нас пример. Так, брал бы с нас пример. Вот уж попугай! Открой рот. Смотри, не вздумай закрыть его. С крокодилом в мультике все закончилось вполне благополучно. Он не только избавился от зубной боли, но и приобрел друзей. Но так бывает не всегда. Гигиена, хоть и важнейший аспект здоровья зубов, но, увы, не панацея. Только чисткой зубов не убережешься от флюса и гранулемы, пульпита и кариеса. Кстати, о кариесе. Какой век стал переломным в распространении кариеса и что явилось причиной? Ребят, вопрос для вас прозвучал. Вы пока готовьте ответ, а мы продолжим наш разговор. Ирина Алексеевна, ну, кроме чистки зубов, еще должны быть какие-то другие мероприятия по уходу за полостью рта. Что же включает в себя вот эти процедуры? Да, гигиена полость рта – это не только чистка зубов. Хотя и чистку зубов не все делают грамотно и не так, как нужно. Это действительно видно. Кроме чистки зубов обязательно нужно чистить язык. Для этого есть скрабы, есть щеточки специальные. Также есть дополнительное средство гигиены основной – это зубные нити флоссы. Они обязательно должны быть включены в каждодневные мероприятия. Есть зубные ёршики, есть зубные ирригаторы. Это дорого, но это очень хорошо способствует очищению зубов. Это специальная аппаратура? Это специальная аппаратура, специальный аппарат, который струей воды импульсно очищает зубы. И самое главное – все межзубные промежутки. Люди, у которых есть склонность к парадонтозу, очень хорошо приобрести ирригаторы, пользоваться. Плюс туда можно добавлять лекарственные вещества, противовоспалительные вещества для такого незначительного домашнего лечения, для поддержания заболевания периодонта в стадии ремиссии. А это аппарат для одного человека или может применяться для всех членов семьи? Нет, он индивидуальный. Индивидуальный. Насколько гигиена с использованием электрической зубной щетки лучше, чем обычная механическая? Или это все-таки заблуждение? Если обычной зубной щетки рабочая часть 2,5 мм и мы работаем рукой, то электрическая щетка в два раза короче и ее импульсное движение намного больше. Электрической зубной щеткой вы можете доставать более труднодоступные места в полости рта. Поэтому просто пробуйте. Нельзя сказать, что это плохо, а это хорошо. Пробуйте, насколько вам будет комфортна электрическая зубная щетка. Если у вас есть воспаление десен, то электрическую зубную щетку не стоит пользоваться. Она слишком механически травмирует десну. Если ваша десна и связочный аппарат крепкий, пожалуйста, попробуйте. Но лучше сходить к стоматологу, показать свой стоматологический статус и проконсультироваться конкретно для вас. Только врач-стоматолог может правильно подобрать для пациента индивидуальную гигиену. Это зависит от многих факторов. От эмали зубов, от состояния парадонта, от качества мануальных навыков человека. Это все корректируется не за один раз, а каждые полгода, когда человек приходит на осмотр, можно показать, что вот здесь вы немножечко недоработали. Еще хочу немножко подробнее остановиться на выборе зубной щетки и рассказать, как это правильно делать. Огромное количество зубных щеток. Важно знать, что в основном рекомендуется выбирать щетину средней жесткости. Зубные щеток – очень огромный выбор. Бывают, что щетинки жесткие, средние. Бывают, что вставленные прорезиненные вещи для массажа десен. Есть, совмещают на тыльной стороне зубной щеточки массажер небольшой, которым можно счистить язык, не используя скребки для этого. Также есть монопучковые щетки, где один пучок для труднодоступных зубов, или когда зубы скученные, или в дальних зубах, в восьмерке, где нет возможности достать обычной зубной щеткой. Так что выбирайте. А может ли врач-стоматолог проверить, насколько человек правильно чистит зубы? Ну, делается ли такое? Конечно. Есть специальные вещества, которыми окрашивается налет, и визуально человек может увидеть, где он недочистил зубы. Это очень видно, когда ваш зубной налет имеет цвет голубого. Если говорить, наверное, о пастах, надо затронуть этот вопрос. Реклама сейчас очень много о полезных свойствах той или иной пасты. Может ли действительно зубная паста быть лекарственным средством? Ну и какие ваши основные рекомендации при выборе пасты? Есть несколько видов зубных паст. Есть просто гигиенические средства. Это порошки и пасты, но они практически не используются сейчас. На нашем рынке это все лечебно-профилактические зубные пасты. Наша твердая ткань и зуба, наша эмаль практически на 90-92% состоит из неорганических веществ. Это кальций, магний, фтор. И происходит ионообмен. И если в нашу лечебно-профилактическую пасту добавлен кальций, то наши зубки будут брать этот кальций внутрь себя. Если добавлен фтор, то наши твердые ткани зубов будут пропитываться фтором. И вот в этом заключена лечебно-профилактическая функция. Если у человека вопросы и проблемы с деснами, то туда добавляется противовоспалительная ромашечка. И это уже профилактика воспаления. Кровеостанавливающая, противовоспалительная, антисептические добавки, они и определяют лечебно-профилактическую направленность зубной пасточки. То есть если у человека есть проблема та или иная, то врач-стоматолог может помочь ему выбраться или посоветовать ту пасту, которая для него с данной проблемой более оптимальна. Правильно? Это скорее удар и основа – это профилактическое мероприятие. Зубной пастой невозможно вылечить, тем более заболевания десен и кариес. Ну, в общем-то, с пастой все понятно. Неправильный уход и неправильная гигиена приводят к образованию на зубах налета и камней так называемых. Это только эстетическая проблема или все-таки медицинская? Нужно ли с этим как-то справляться? Конечно же, это медицинская проблема, и это очень хороший вопрос, потому что до сих пор еще есть люди, которые не понимают важности этого аспекта. Зубной налет, который мы не дочищаем, он сначала остается на видимой поверхности зуба. Но если это длительно, месяцами, годами, пропитываясь солями, он углубляется и углубляется под десну, отодвигая десну и способствуя воспалению генгивиты. Если не происходит лечение, если не удаляются зубные камешки, если профилактическая чистка не проводится, это все пускается ниже, на круговую связку зуба, задействуется костная ткань. И потом, когда человек в 50-60 лет приходит и говорит, ой, у меня расшатались зубы, что мне делать, спасите, к сожалению, ухаживать нужно было начинать с 20 лет. А насколько быстро формируются эти камни, и насколько вот часто нужно их удалять? Вот здесь немножечко можно сказать и о наследственности, потому что первое и основное – это ваша личная гигиена полости рта. Но вот здесь очень важно общие соматические заболевания. Есть заболевания, которые способствуют образованию зубных отложений. И когда это есть в анамнезе, то мы человеку объясняем, что ему нужно немножко чаще и немножко тщательнее уделять время гигиене. Кому-то достаточно раз в год прийти, кому-то нужно каждые три месяца проходить. Ну, с гигиеной мы разобрались, с наследственностью о ней поговорили тоже. А как на здоровье зубов влияет питьевая вода, общая экология? Так же, как и здоровый образ жизни и правильное мышление влияет на все остальное – это о экологии. О воде то же самое, что и о лечебно-профилактическом аспекте гигиены. От региона нашего проживания зависит и здоровье наших зубов. Если слишком много фтора в воде, то это приводит к некариозным поражениям, к поражениям уже во внутриутробном развитии. Когда идут закладки зубов, есть такое заболевание, как флюорост. И здесь ничего не изменить, если в вашем регионе большое количество фтора, как пример, содержится в воде, то исключаем зубные пасты со фтором, исключаем фторированную соль, вот эти вещи из питания. Если недостаточное количество фтора, либо других, присыщение железа, это тоже будет сказываться на общем состоянии зубов. И это видно, когда те же самые студенты приходят из Туркменистана, приехали дети учиться, и в течение трех лет красивые генетически белые зубы у Туркменистана приходят. И очень видно, что за три года идет кариес, идет пульпиты, и приходится лечить и работать с этим. Известно, что огромное влияние на здоровье человека в целом, и, наверное, на здоровье зубов, оказывает питание. Ну и прежде чем мы обратим наше внимание к этому, я хочу услышать ответы наших ребят на тот вопрос, который мы для них подготовили. Настя, Сережа, кто будет отвечать? В средние века сахар считался предметом роскоши. Позволить его себе могли только очень богатые, знатные люди. И черные зубы, пораженные кариесом, считались признаком достатка. Ну и именно 18 век стал переломным для распространения кариеса. Причина – это массовое распространение сахарных плантаций и чрезмерное употребление сахара. Очень популярным стал шоколад. Он содержит достаточно большое количество сахара. Но также он и имеет компонент, который предотвращает развитие кариеса. Это какао-порошок. Да, правильно сказал кто-то из мудрых. Если бы богу нравился сахар, то он бы не создал стоматологов. И тут, конечно, не поспоришь. Но какие еще продукты питания негативно влияют на здоровье зубов? Предлагаю посмотреть об этом небольшой сюжет. Не подумайте, речь идет не о фастфуде или чипсах, хотя их тоже лучше не есть. Полезные на первый взгляд продукты тем не менее способны негативно повлиять на зубы. Например, фрукты и цитрусовые содержат огромное количество кислоты, которая разрушает эмаль и может стать причиной развития кариеса. Поэтому есть их нужно в меру, а после этого лучше прополоскать рот водой. Кофе и чай вреда не приносят, но могут вызвать окрашивание и потемнение зубов. А сухофрукты мало того, что содержат огромное количество сахара, но и обладают способностью застревать в труднодоступных местах, становясь при этом прекрасным плацдармом для размножения болезнетворных бактерий. Теперь о точно вредном. Алкоголь и курение. Алкоголь содержит большое количество сахара, который начинает расщепляться уже во рту. В этом процессе участвуют особые бактерии, которые выделяют кислоту, размягчающую эмаль. Что касается курения, то результаты исследований показали, что риск прогрессирования заболеваний десен у курильщиков в 6 раз превышает риск, который отмечается у некурящих людей. А также не стоит использовать зубы в качестве плоскогубцев или щипцов. Этим можно существенно ускорить процесс их разрушения. Даже самые безобидные привычки, вроде той, когда вы грызете колпачки от ручек, ногти или колете зубами скорлупу орехов, не говоря уже об использовании зубов как ремонтных инструментов, негативно влияют на зубы, повреждая эмаль. Очень показательный сюжет. Ирина Алексеевна, давайте прокомментируем все, что мы сейчас услышали. А можно я вступлю за первую часть сюжета? Пожалуйста. О поводу цитрусовых и по поводу сухофруктов я почему-то очень хочу вступиться за. Потому что если у вас нет гиперстезии эмали, если у вас нет чувствительности эмали и нет истираемости твердых тканей зуба, крепкая эмаль своя, то никаких ограничений в приеме цитрусовых и кислых продуктов не может быть. То есть главное здоровье зубов. Если эмаль полноценная и здоровая, то можно кушать спокойно. Вы смело ешьте, просто сполосните рот водой после этого. То же самое сухофрукты. Это можно сказать, что и мясо тогда не кушайте. Любые жесткие пищи. Если у вас парадонтоз, если у вас проблемы с десной, если у вас проблемы с костным аппаратом, то все будет застревать. Пожалуйста, есть флосы зубные, есть ершики. Съешьте сухофрукты и просто проведите потом дополнительное средство гигиены. И все, это очень полезные вещи для здорового образа жизни. По поводу чая, кофе, там действительно есть пигменты, которые остаются на зубах. Но при качественной, хорошей индивидуальной гигиене, если у вас хорошая щетка, которая меняется каждые три месяца, если у вас зубная паста, которая вам подходит, то этого можно избежать. Плюс, если вы видите, что ваш организм все равно пигментацией образуется, придите на профессиональную чистку. Мы почистим, перекроем вторлаком. И это все решаемые вопросы. Елена Алексеевна, а насколько быстро надо после употребления кофе, чая, почистить зубы, чтобы этот пигмент не остался? Или это не имеет значения прямо вот сейчас и сиюминутно? Чистим зубы все равно стандартно два раза в день. Просто достаточно сполоснуть в рот водой. Либо жевательная резинка без сахара в течение 10-15 минут после приема пищи. Не больше и только после приема. Есть зубные пасты для курильщиков. В любой фирме очень большая линейка различных зубных паст, и туда добавляются. Я не буду делать рекламу, просто читайте. Там есть для курильщиков. В пасту добавлены специальные более абразивные вещества и химические вещества, которые способствуют расщеплению вот этого пигментированного налета. У меня тогда такой вопрос. А не вредна ли паста, которая обладает отбеливающим эффектом? Можно ли ее использовать ежедневно? Я бы не рекомендовала, потому что она все-таки слишком абразивная. Даже если написано, что это все для чувствительной эмали тоже. Чувствуем. Если чувствительная эмаль, если вы два раза в год ходите на профилактику, на вторпрофилактику к стоматологу, то ни о какой пасте отбеливающей не может быть речи. Но если у вас крепкая эмаль, и вы свободно кушаете цитрусовое, пожалуйста, периодически, раз в три месяца использовали тюбик, и потом обязательно укрепили пасточкой с кальцием, пастой с автором. Для профилактики пасты можно менять. Если вы хотите из пасты взять воздействие и на твердые ткани зуба, и на ткани периодонта, и на десну, пожалуйста, с утра мы пользуемся зубной пастой с автором, либо с кальцием, либо с микроэлементами. Вечером купите еще один тюбик и пользуйтесь пастой противовоспалительной, с травками. То есть такая нормальная практика, чтобы у человека было несколько паст. Это правильная практика сейчас. Не нужно пользоваться одной, нужно менять. И как рекомендацию раз в месяц, раз в два месяца стоит менять зубную пасту. Елена Алексеевна, и все-таки в конце нашей передачи подошла она уже к концу. Давайте дадим несколько рекомендаций, таких общих, чтобы сохранить зубы здоровыми. Хочется сказать, что наша красивая улыбка, наши здоровые зубы дают сразу самооценку человеку. Когда человек ходит, улыбается, он чувствует себя достойным и спокойным. И это первый этап пищеварения. От правильно пережеванной пищи зависит, как дальше будет усваиваться все в нашем организме. Ухаживайте за зубами. Обязательно ходите два раза в год на профосмотры, чтобы врач в кресле индивидуально для вас смог подобрать правильную гигиену. Смог откорректировать, где что не так. И каким участкам ваших зубов нужно уделить больше внимания. Подобрал для вас средства индивидуальной гигиены. Здоровый образ жизни, правильное питание. И вы будете прекрасно здоровы, красивы, долгие годы. И хочется добавить, что узнавайте, что все-таки у ваших родителей, бабушек и дедушек. Спасибо большое за участие в нашей сегодняшней программе. Ребята, вы были большие молодцы, хорошо давали ответы свои. Сегодня в программе «Тело человека» принимала участие врач-стоматолог Гомельской центральной стоматологической поликлиники Ирина Алексеевна Лалаева. Спасибо. Спасибо вам. И двое студентов Гомельского медицинского университета Анастасия Лишкевич и Сергей Мирошников. Спасибо, ребята. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok